Стало известно, что скончалась звезда битвы экстрасенсов Диля Абдрашитова. Участница седьмого сезона проекта последний год сильно болела, очереда неудач началась с кончины любимого мужа. Известно, что в 2019-м Диля Абдрашитова неожиданно овдовела. Кончина мага Арсуна сильно ударила по здоровью женщины. Известно, что на нервной почве у нее даже отказали ноги. Эта смерть одна из многих в цепочке трагических кончин звезд битвы экстрасенсов. 11 января этого года на 83-м году жизни нас покинул психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. В январе 2019 года стало известно о смерти финалистки 17-го сезона проекта Дарьи Воскобоевой. Женщина страдала от онкологического заболевания. У нее был рак. Дарья ездила на лечение в Израиль, были улучшения, но потом пошли метастазы. Я не могу открыто говорить о ее диагнозе. Она скрывала свою проблему от поклонников. Поделилась с журналистами уже позже экстрасенс Татьяна Ларина. Смерть одной из самых ярких участниц шоу «Битва экстрасенсов» и экстрасенсы ведут расследование Илоны Новоселовой шокировало поклонников проекта. Ясновидящая погибла 13 июня 2017 года, выпав из окна шестого этажа собственного дома. Если верить официальной версии, Новоселова распивала алкогольные напитки со своим молодым человеком Артемом, после чего между ними произошла ссора. Девушка залезла на окно, угрожая парню самоубийством, но не удержала равновесия и упала. Тем не менее, у поклонников «Звезды битвы экстрасенсов» эта версия вызывает сомнения. Юрий Испарьянце называл себя экзорцистом и специалистом по общению с духами. Он неожиданно скончался в 2012 году. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. У мужчины произошло нарушение мозгового кровообращения, и помочь ему уже было невозможно. Смерть участницы битвы экстрасенсов Надежды Титовой окутана тайнами и недомолвками. По сообщению на официальном сайте победителя третьего сезона Мехди Эбрагими Вафа, целительница умерла в начале 2013 года. Что касается информации о причинах смерти, то ее в открытых источниках нет. Константина Ямпольского не стало в 2018 году. В качестве причины смерти специалисты называют острую коронарную недостаточность. Колдун участвовал в 10 сезоне Битвы экстрасенсов, а также в шоу Сверхъестественный отбор. После завершения съемок он основал Центр парапсихологии Левиафан. Однако дела с бизнесом в скором времени стали идти совсем плохо. После гибели ясновидящего родственники признались, что он не оставил после себя ничего, и объявили сбор средств на похороны. История со смертью Александра Агапита до сих пор является загадкой. В мае 2009 года СМИ сообщили о том, что на подъезде к городу Ступин Рязанской области произошла ужасная автокатастрофа, машина врезалась в столб. Водитель погиб на месте. Чуть позже стало известно, что это был участник четвертого сезона Битвы экстрасенсов Александра Летом 2009 года в сети появилась эта видеозапись. К новости о смерти Агапита все равно остались вопросы. В настоящее время Агапит редко появляется на публике, почти не дает интервью и ведет затворнический образ жизни. Колдун Алексей Фат, финалист третьего сезона телешоу, скоропостижно скончался 22 июня 2009 года во время празднования своего 50-летнего юбилея на курорте Марморис в Турции. По рассказу его сына Романа, улетая на отдых, отец словно прощался с ним. Однако изменить свою судьбу языческий колдун, видимо, не мог. Несмотря на то, что скорая помощь была вызвана сразу же и приехала довольно быстро, спасти Алексея не удалось, так как в больницу он попал в очень тяжелом состоянии. Делитесь своим мнением в комментариях под видео, не забывайте ставить лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самые горячие новости.